Всем привет, друзья, с вами Никодим, и мы продолжаем прохождение сюжетного космического триллера Deliver Us The Moon. В прошлой серии мы сами себя запустили в космос, пристыковались к лунной станции, восстановили подачу системы жизнеобеспечения, и теперь нам предстоит подключиться к сети MPT, поэтому не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал, поделитесь ссылкой на наше видео прохождение со своими друзьями, а мы продолжаем. Я исследовал весь вот этот вот кабинет, и сейчас нам нужно будет подключить все-таки систему MPT, давайте сначала ее продиагностируем, идет диагностика, передатчик и приемник сети MPT не установлено подключение, диагностировать MPT в лунном модуле, связаться с лунной базой, установка связи, нету связи с лунным узлом, космический лифт не работает, требуется дополнительной энергии, повернуть станцию, двигатель вращения отключен. Ну что ж, у нас появились новые задачи, друзья, нам MPT у нас не работает, энергии очень мало, нужно подать энергию на двигатель вращения в крыле Ариэс, космический лифт у нас вырубился, требуется дополнительной энергии для активации лифта и перемещения в лунный узел, давайте посмотрим. Попасть через крыло Орион в крыло Ариэс, погнали, вот здесь вот как раз у нас крыло Орион, мы сейчас полетим в крыло Ариэс. Хорошо, что у нас пока что есть кислород, мы находимся все-таки в тех зонах, где находится у нас система жизнеобеспечения, и я так понимаю, что нам нужно будет взаимодействовать вот с этим вот интересным прибором, это наружный какой-то лазер для того, чтобы... Да, плазменный резак приведен в действие, и мы можем сейчас перерезать вот эти вот замки для получения доступа, видимо, через открытое космическое пространство. Все у нас получилось, мы можем сейчас идти дальше. Ну, поехали, давайте немножко поднимемся повыше. Ну что ж, шлюз, я думаю, у нас будет сейчас доступен. Нет, не доступен, наверное, нужно будет подать еще какую-то одну дополнительную энергию. Давайте посмотрим, что еще здесь можно будет переключить. Итак, замки отперты, двери воздушного шлюза работают, но почему-то шлюз у нас пока что не активен, мы не нажали кнопочку. Ну, погнали, друзья, вперед. Кислорода у нас нет, у нас, как всегда, остается всего лишь 3 минуты, а здесь у нас можно прочитать, что это за прибор. Кажется, плазменный резак вполне можно вынуть из руки робота и затем вставить гнездо на перчатке для правой руки. Конечно же, давайте вставим себе свой собственный мини-лазер-резак. Так, резак распознан, можно будет сейчас попытаться, но вот зря он так делает все-таки, мы же находимся на космической станции. Погнали, друзья, вперед. Вот у нас тут есть немножко кислорода, а здесь мы можем сейчас перерезать вот эти вот замки для доступа, видимо, в тот самый. Интересно, что будет, если мы сейчас по кислороду ударим. И, смотрите, открываются постепенно. Нужно будет привыкнуть некоторое время. Ну что ж, пошли потихонечку вперед. Давайте попробуем в кислород стрельнуть. А, в кислород не стреляет, то есть кислород можно будет просто так забирать. И погнали потихоньку нам, видимо, вот сюда. Здесь у нас еще один кислородный баллон, но у нас и так уже 3 минуты. Нам нужно будет пробраться, посмотреть, что же у нас включилось с системой MPT. Давай вот здесь вот мы прорежем. Я надеюсь, что можно будет сейчас пробраться вперед. Да, отлично. Отодвигаем эту задвижку. 2 минуты 34 секунды. Не будем спешить, но и не будем тормозить, друзья. Здесь у нас еще можно будет открыть, видимо, один кислородный баллон. Началась какая-то передача. Центр управления. Фортуна 1. От системы MPT пока что нет никаких сигналов. У вас там все под контролем? Да нормально, нормально у меня все. Я пока что пытаюсь как-то пробраться в центр Орион для того, чтобы там в космический лифт как-то перебраться. 2.35. Сейчас мы аккуратненько должны по заданию мы включить двигатели вращения. Видимо, переориентируем станцию. Так, тут еще у нас кислород, но у нас и так его навалом, поэтому давайте срезаем эти шлюзы. Ну, давайте тоже это заберем на всякий случай. Кислород никогда не бывает лишним, поэтому забираем его, друзья, себе. Поправляемся дальше. Вот кнопочка. Сейчас шлюз должен активироваться. И нам, видимо, нужно будет обязательно попасть вот сюда. Это очень похоже на какой-то склад. Давайте послушаем. Рольф, сейчас собираю. Принято, как думаешь? Мы скоро закончим строительство станции. При том, что каждую неделю совет требует все больше запасов, я очень сомневаюсь. Я вообще удивлен, что Марктур этому не воспротивился. Да уж. Слушай, с поверхности Луны идут какие-то странные сигналы. Ты что-нибудь видишь? Я тут заканчиваю. Что за черт? Весь свет выключается. Все вырубилось, друзья. Рольф, у тебя все в порядке? Что произошло? Я ничего не вижу. Везде темно. МПТ прекратила энергоснабжение. Вся станция отключилась. Сможешь вернуться к воздушному шлюзу? Нет, никак. Мне вообще ничего не видно. Хорошо, отправляю Алекса для блокировки дверей шлюза. Видишь его? Вижу его фонарь. Иду обратно к воздушному шлюзу. Что происходит? На поверхности совсем темно. Рольф, не сейчас. Тебя сколько ждать? Десять секунд. Давай быстрее. Когда воздушный шлюз закроется, ты окажешься снаружи. Алекса удерживает для тебя дверь, но он долго так не сможет протянуть. Глубокой ночью, наблюдая за тем, как Рольф работает снаружи станции, возле крыла Орион, Сара перехватывает странный сигнал из лунной колонии. Запись сделана 23 сентября 54 года за одну минуту до блэк-аута. Как интересно, друзья. Ну что ж, давайте посмотрим, какое у нас следующее задание. Найти в блоке обслуживания двигатель вращения. Погнали сейчас его искать. Видимо, это и есть центр управления. Ага, здесь у нас ничего не доступно. А здесь мы можем посмотреть и даже прочитать, что это такое. Место доставки космической станции Пирсон. Предназначение для крыла Орион. Панель расширения, системы жизнеобеспечения, вентилятора, труб подачи кислорода. Короче, здесь список, которые заказала Сара Бейкер. Поставки отказать. Напоминание, любые поставки конструкционных материалов осуществляются только с одобрения лунного совета. Вопросы и жалобы направлять руководителю Всемирного космического агентства или по адресу запишите. Интересно, можно ли отправить письмо вот по этому адресу. Подпись. Член лунного совета Уильям Марктур. Директор, начальник службы безопасности. Он мне сразу, друзья, не понравился, вот этот вот Марктур. Ну, посмотрим, чего он еще у нас натворит. Нам куда-то нужно будет идти, найти в блоке обслуживания двигатель вращения. Здесь странно, здесь такое ощущение, как будто бы был пожар. Все обгорелое, обратите внимание, но непосредственно сами материалы остались невредимыми. Как такое может быть? Самая главная наша задача, это как-то запустить двигатель вращения и сориентировать станцию. Давайте просканируем, что это такое. База данных. Космическая станция Пирсон находится в рабочем состоянии, однако ее строительство еще не завершено. Сара и Рольф руководили монтажом последнего крыла до того момента, как член лунного совета Марктур приостановил поставки деталей, перенаправив все ресурсы на осуществление некого конфиденциального проекта на Луне. Они там, короче, что-то, друзья, замышляют, то, что мы пока что еще не знаем, но обязательно узнаем. А вот как раз крыло Ариэс, то самое, про которое нам говорили. Сейчас мы находимся вот здесь. Давайте зайдем вот в эту вот комнату, посмотрим, что у нас здесь будет интересного. Так, явно нужно будет сюда, здесь. Возможно, тут отключаются какие-нибудь штуковины. Давайте срезаем все вот эти вот замки. Как хорошо с лазерным резаком. Можно залезть куда угодно. И что угодно возможно сделать. Красный цвет мне дико не нравится. Тут, скорее всего, у нас какие-то опасности. Ну, погнали. А, вот здесь, скорее всего, можно спокойно, аккуратно пролететь. Аккуратно, аккуратно, Никодим. Все хорошо. И зачем, вопрос, мы сюда прилетели. Видимо, вот зачем. Перерубаем кабель, чтобы обесточить здесь все. Да, у нас теперь безопасно. И можно возвращаться. По-варварски, конечно, но это, видимо, для чего-то будет нужно. Скорее всего, у нас вот здесь, да, отключается обслуживание. Так как в дверь мы пройти никак не можем, мы можем пройти через задний проход. Погнали. Это что у нас такое? Вода? Откуда здесь вода? Непонятно, в центре управления. Видимо, где-то были повреждены трубы. Ну, как-то совсем не натурально здесь, к сожалению, сделана вода. Но мы постараемся сейчас включить все-таки эти двигатели вращения, которых, видимо, в этом кабинете нет. Давайте посмотрим наше задание. Найти в блоке обслуживания двигатель вращения. Погнали тогда вперед. Так, новая задача у нас. Вот двигатель вращения номер 3. Отлично, друзья. Подать питание на двигатель вращения станции. Итого нам нужно будет где-то собрать 4 энергетических блока. Вот, я уже заметил первый. Да, подать питание забираем. И устанавливаем на обеспечение питания двигателя вращения. Так, готово. Ну, понятно. Теперь нужно будет открывать все вот эти вот дверцы. И где-то там... Ух ты, какие здесь у нас силовые кабели. Вон он там внизу находится. То есть до него еще как-то нужно будет сейчас пролезть. Давай, перерубаем вот эти вот провода. И погнали потихонечку, потихоньку вперед. Ага, здесь тоже нужно будет сейчас перерубить провод. Для того, чтобы пролезть дальше. Ну, пока что такие незамысловатые задачи. Довольно простенькие. Забираем это все. Так, запас энергии в системах жизнеобеспечения 30%. А нам как-то нужно будет выбираться обратно. Выбираться нам нужно будет вот в эту вот сторону. Давайте, наверное, поспешим. Потому что мне не нравится, что у нас запас энергии так быстро заканчивается. Так, вышли. И где-то здесь у нас двигатели. Давайте сориентируемся, чтобы четко понимать, как мы находимся здесь в пространстве. Все, следующую поворачиваем. И здесь у нас О2 кислород и электроэнергия. Ага, здесь почему-то не все хорошо. Нужно аккуратно пробраться вот сюда. Постараться. Давайте вот так вот сделаем. Постараться. Тихо, тихо. Спокойно, Никодим. Все хорошо. Током мне ударило немножко. Но вроде бы все пока что. Так, система жизнеобеспечения всего лишь 20%. Но зато мы здесь обесточили для себя. Ух ты. Уже он становится опасным, друзья. Давай, врубаем. И последний у нас остается, видимо, где-то вот здесь. Так, ну здесь вроде бы... Ага, здесь хитрее. Здесь нужно пробраться через верх. Вырубить вот этот вот провод. Самое главное не торопиться. Вырубать вот эти провода. И вот эти два. Так, давай повыше немножко. И разворачиваемся, чтобы нас тут случайно не задело. Так, давай еще. Аккуратно. Ну все. Добрались мы до последнего блока питания. Так, запас энергии в системах жизнеобеспечения критически мал. То есть я его вырубаю и всю энергию перенаправляю на движение двигателя вращения. Ну, давайте его сейчас запускать тогда. Где тут пульт управления? Посмотрим по заданию. Подать питание на двигатель вращения. Вся энергия перенаправлена в системах жизнеобеспечения на двигатель вращения. Двигатель запускается в центре управления. То есть нам сейчас система жизнеобеспечения отказывает. То есть нам нужно будет вернуться обратно. Но здесь у нас дверь заблокирована. А ту специально открыли, чтобы мы еще что-то узнали здесь по сюжету. Ну ладно, погнали тогда с задними путями. Хотя нам вернуться вот всего лишь в ту дверь нужно было бы без проблем. Сюда. Я еще смотрю по сторонам для того, чтобы прочитать какие-нибудь журнальчики, прочитать какой-нибудь лор. Система жизнеобеспечения отключает. Запас кислорода маленький. Успеем, ничего, прорвемся. Там вон еще сейчас применим лазерный резак. Давай, Никодин. Есть, готово. И возвращаемся. Нам нужно будет так. Система обеспечения. Запас кислорода критически маленький. Вот мы через Психею заходили. Так, а нам нужно будет сейчас в Либру. Вот и Либра открыта. К сожалению, с шифтом здесь не ускоряется. Давай сейчас сюда побыстрее. И через Либру мы сможем там включить тот самый двигатель. Видимо, с того пульта, с которым мы начали, друзья, эту серию. Система жизнеобеспечения полностью отключены. Запас кислорода почти истощен. Успеем. Ничего не случится. К тому же, я здесь помню, где-то были у нас запас кислорода еще впереди. Никак не ускоряется. Вот он у нас пульт. Рольф и Сара здесь у нас жили рядом с центром управления. А мы сейчас включим двигатели. И будет у нас куча вообще энергии. Так, активировать двигатель вращения. Погнали. Активация двигателя. Двигатель вращения активирован. Космический лифт запущен. Так, небольшая у нас станция Пирсон. Начала вращение. Похоже, вы снова устраиваете как дома. Вот это мы натворили. Мы что, станцию поломали? То есть ее нельзя было вращать? Она же прикреплена была к космическому лифту. Так, давайте сейчас побыстрее. Зацепись, быстрее. Зацепись, зацепись, зацепись за спутник. Зацепись. Ну что ж ты какой криворукий-то. Ну это, видимо, скриптом не предусмотрено. Давайте дальше лететь. Вперед, вперед, вперед. Так, СФ, СФ, схватить. Готово. Успели. Ну что ж, погнали обратно на станцию. Ага, кислород. Ну что ж, 11 секунд. Все понятно. Нам сейчас нужно будет собирать вот этот вот кислород. Лететь вперед как можно быстрее. И вернуться на станцию. Хорошо, что у нас была точка опоры, от которой мы смогли оттолкнуться. Вон еще впереди желтый кислород. Ну слушайте, мощно, мощно вообще сделано, конечно. Все рассыпается на миллионы осколков на орбите Луны. Напоминаю, мы сейчас находимся. 24 секунды. Нам нужно быстро сейчас все это собрать. Никуда не врезаться, самое главное. И я не вижу желтую следующую. Я правда не вижу следующую желтую. Где она у нас? Давай вниз, Никодим. Побыстрее. Вон еще одна желтенькая. Ее мы-то и возьмем. Погнали. Здесь нужно будет очень аккуратно. Так, так, так. Все хорошо, все хорошо. Не пищи. Готово. Схватились. Ну давай побыстрее, побыстрее. Вон еще куча. О, слушайте. Мы сейчас кислороды. Здесь сразу минуты на две, на три. И успеем долететь до станции. Что? Что? Это не от меня. Ага. Давай. Это не от меня зависит, к сожалению. Тут он просто куда-то летит. Да почему ты не стреляешь? Давай, Никодим, быстрее стреляй своими лазерами. Тебе уже осталось кислорода, всего 13 секунд. Так, а где у нас? Берем эту штуковину. Полетели вперед. Мы импульс потеряли, к сожалению. Нам сейчас нужно будет дальше искать, где-то кислородные баллоны. Давайте сориентируемся. Вон, впереди еще один желтый кислородный баллон. А вот вход на станцию именно... Короче, знаете, что мы натворили? Мы с вами поломали всю секцию Орион. То есть мы ее просто нахрен всю разрушили. То, что строили здесь миллионы людей, на что было потрачено огромные миллиарды долларов. Мы с вами всего лишь одним поворотом двигателя разрушили до самого конца. Давай, Никодим, бери вот сюда. Быстрее вылетай. И быстрее на станцию. К сожалению, shift не работает. Ускоритель не работает. Ничего не работает. 32 секунды. Я не вижу больше никаких желтых... Ну, мы должны успеть. 26 секунд. Но не факт. Вон еще один желтый есть. Дело в том, что там тоже нет кислорода. Нам сейчас нужно будет зашлюзоваться. Ух ты, напряженный момент в этой игре, конечно. Давай, давай, быстрее. Никодимчик, быстрее. 14 секунд. Забрали. Стреляем. Готово. И вперед. Внимание, обнаружен пробой в корпусе. Сейчас зашлюзуемся. Сейчас все будет нормально. Куда сейчас? Всем сотрудникам собраться у орбитального лифта и что-то сделать. Погнали. Здесь мы можем. Давай, красную кнопочку нажимай. Нажимай. Нажали. Для эвакуации с объекта. Что? Быстрее. А, мы добрались в космический лифт. Точно. Вся секция Орион полностью была разрушена. А мы опускаемся на лунную поверхность. Да, вот это мы на космическом лифте. Неожиданное разрешение проблемы. То есть, даже если там работала система М5, то мы, в принципе, все переломали. Ух, сильно. Ну что ж, поехали на Луну. Все, лунный лифт прибывает на космическую лунную станцию. Так, а где мы? Это пока что идет ролик. К сожалению, я ничем не могу управлять. Управление М5. Ну что ж, давайте тогда попробуем запустить ее. Дайте мне управление только, пожалуйста. Все, наконец-то мне выдали управление. И нам сейчас нужно будет прочитать следующее задание. Так, ангар, станции монорельсовой дороги. Новая задача. Вывести робота АСЕ, чтобы получить доступ к центру управления М5. То есть, нам сейчас нужно будет где-то найти робота АСЕ. Давайте попробуем провзаимодействуем. Система М5 отключена, энергии очень мало. Запустить диагностику в системе управления. Открыть двери. Где-то у нас, видимо, дверь открылась. Все? Так просто? Здесь это мы уже сканировали. Давайте пойдем тогда отсюда дальше. Итак, где мы находимся? Мы находимся на лунном узле Коперникус. Вот здесь вот в первой секции. Это главный зал. А по заданию нам нужно будет найти робота АСЕ, чтобы получить доступ к центру управления М5. Ну, нам вон уже там подсказывают. Нам нужно будет идти туда. Лунный узел Коперникус. В 1959 год. 5 лет после блокаута. Здесь все переломано. Как-то непонятно. Все здесь по-варварски у нас получилось. Так, лестница. АСЕ. Вот как раз этот АСЕ, про который нам говорили. Требуется АСЕ. То есть сначала нам нужно будет найти вот этого роботика. И только после этого мы сможем... Ну, смотрите, кислород у нас не тратится, поэтому давайте я потеряю еще несколько минут. Похожу здесь, поищу различные журналы, различные зацепки. И что-нибудь еще по сюжету, может быть, мы здесь увидим. Ну, или вполне возможно, что игра полностью линейна, и ничего смотреть, к сожалению, не нужно. А смотреть маленький стаканчик... Ладно, больше здесь у нас, к сожалению, ничего больше нету. На компьютере тоже нет никакой информации. Ну что ж, пойдем тогда линейно вот в этот вот кабинет. Слушаем. Сара, эй, эй! Эй, кто-нибудь? Похоже, тут пусто. А где же все? Рольф, понятия не имею. Никогда такую базу не видел. Алекс улавливает тепловые сигналы? Нет, ничего вообще нету. Нехорошо это. Пойду вниз, посмотрю, что там. Сара, мы с этим разберемся, не волнуйся. Все будет хорошо, мы же два инженера. И спасибо вам обоим за то, что вы меня спасли, когда начался блок-аут. Знаю, я командир станции Пирсон, экипаж экспедиции. Вам уже нужно было эвакуироваться. У вас 40 минут на пребывание внизу. Принято, Пирсон, не за что, Рольф. Можешь зайти в центр управления и посмотреть, что же там с системой М5? Хорошо, я сделаю. Только не отключай связь, я сообщу, когда что-нибудь найду. Привыв в лунный узел Коперникус для расследования причин отключения М5, Сара и Рольф обнаруживают, что центр всей деятельности ВСА на Луне полностью покинут. Запись сделана 25 сентября 1954 года. Спустя 2 дня, 1 час 32 минуты после блэк-аута. Что же здесь такое произошло? Ну, я почти наверняка уверен, что в этом виноваты люди. Потому что в большинстве всех техногенных катастроф виноваты люди. И Сак Йоханссон. Помните, нам говорили как раз про него? Можно что-то здесь просканировать. Что он там что-то с дочкой. Он величайший изобретатель. И здесь можно будет сейчас посмотреть. Это, видимо, жила здесь его дочка. Гибель жены в результате пыльной бури в 1949 году глубоко потрясла Исака. Желая исправить своих дочерей от все ухудшающихся условий жизни на Земле, он вызвал их к себе на Луну. Клэр отказалась, опасаясь за здоровье Кэти. И сестры оставались вместе до тех пор, пока Исак не воспользовался своим влиянием, чтобы получить юридические права опеки над Кэти и вскоре вывести девочку на Луну. То есть он одну из своих дочерей, как я понимаю, ну, можно сказать, почти насильно вывез на Луну. Давайте еще здесь пошарахаемся. Посмотрим, что еще здесь есть интересного. Те же самые антидепрессанты, насколько я помню. Да, 100 таблеток. То есть он был глубоко больным человеком. А книжка... Так, я хочу вот этот вот журнальчик почитать, но мне его почему-то не дают. Значит, по скрипту это не положено. Клэр рядом с кораблем. Ну, это, видимо, комната Папы. Вот здесь Папа спал. Это что такое? Карта Луны? Да, интересно. И ни с чем больше, к сожалению, здесь провзаимодействовать нельзя. А вот еще можно будет осмотреть. Давайте повернем. Ми, Роза... Давайте лучше прочитаем, чтобы не придумывать. На обороте. Я, Роза, АСЕ и Тедди. А вот это вот уже интересно. Давайте посмотрим. АСЕ, это наверху робот. Тедди, это, конечно, Мишка. А это я, маленькая девочка. Отлично. Мы немножко потихоньку узнаем всю историю, что здесь у нас произошло. Возможно, что-то связано как раз вот с этим вот Исаком. Раз у него такие проблемы были со своими дочерьми, со своей женой, которая, как вы видели в начале, в первой серии еще и умерла. Уведомляю. Эвакуированные с Тумбах размещены. Марк Тур. Тот кошмар, что случился в Тумбах, не должен повторяться. Я в этом участвовать не буду. Исак Йоханссон, член Лунного Совета. Хорошо. Тогда скоро можем приступать. Им пришло время принимать решение. Помните, Исак, что ни один скачок вперед никогда не обходился без жертв. Выживание стоит дорого. Скоро о событиях в Тумбах едва будут вспоминать. Пора оставить все это позади. Уильям Марк Тур. Все тот же член Лунного Совета, который что-то замышляет не очень хорошее. А здесь у нас World Secret Service. То есть у нас шеф-оператор-директор Марк Тур. В каких-то секретных службах, похоже, он был. Давайте прочитаем подробнее. Настоящим удостоверяется, что главный оперативный директор Уильям Марк Тур уволен из всемирной секретной службы с положительной аттестацией. Благодарим за преданность и доблесть на протяжении долгих лет. Подписи. Джеффри, главнокомандующий ВВС. Уильям Марк Тур. Всемирная секретная служба? Так вот тут что замешано еще к тому же. Угу. Будем знать, друзья. Давай здесь пошарахаемся. Ничего больше нету. А какое у нас вообще задание? Мы, в принципе, сломали кусок станции. И нам еще что-нибудь обязательно нужно сломать. Для этого вывезти робота АСЕ, чтобы получить доступ к центру управления. Вот и совет. Роза Лаверда. Да, про нее мы тоже читали в журнале. Она тоже у нас была на этой лунной станции. Давайте мы здесь тоже все пройдем. Все внимательно осмотрим. ВСА приглашает в лунный совет величайших ученых. В ходе подготовки к своей грандиозной миссии по колонизации Луны Всемирное космическое агентство пополнило состав Лунного совета. Два оставшихся до сих пор вакантными места в коллегиальном органе, призванном координировать работу ВСА на Луне, займут известные ученые Роза Лаверде и Исаак Йоханссон. Вот это вот наш с двумя дочерьми. Кандидатуру Лаверде и Йоханссон отобрал лично Уильям Марктор, посвятивший всю жизнь руководству сложными международными миссиями по обеспечению безопасности в разных точках земного шара. Самым недавно был назначен командующим лунной экспедиции в качестве главы Лунного совета и станет управлять будущей колонией вместе с Лаверде и Йоханссоном. Включение в состав совета Лаверде было вполне ожидаемым шагом, а на всемирно уважаемый ученый, возглавляемый ряд исследовательских групп, работающих на передовом крае науки, является ведущим специалистом по энергетическому синтезу гелию-3, ископаемому рисунцу массовой добычей, которого на Луне ВСА намеревается обеспечить топливом систему MPT. Доктор Йоханссон, трудящийся на грани архитектуры и технологического дизайна, прославился как строитель поселения в экваториальной пустыне, уникальная конструкция которых позволяет человеку жить в самых неблагоприятных условиях. Можно ожидать, что знания и опыт двух ученых станут основой колонизации Луны и созданию MPT, обширной сети, предназначенной для выработки энергии и передачи с Луны на Землю. Наоборот, эх, мечты, мечты. Интересно, а здесь что у нас? Цель – охватить 100% Земли. Добываем гелий-3, передаем с помощью MPT, формула, через термоядерный реактор. Тут, кстати, как раз пришли новости из Франции о термоядерных испытаниях. 5 секунд смогли продержать термоядерный синтез. Так что все это будущее скоро станет у нас, друзья, реальностью. Пошли тогда сюда. Здесь, ну, здесь остается идти лишь только вперед. ВСА. И посмотреть на Луну. Какая же здесь красотища, друзья. Знаете, Луна действительно сделана очень правдоподобно. Все тени, вот этот вот реголит лунный. Все как будто бы настоящее. Но нам некогда задерживаться. Нам нужно будет найти сейчас робота, АСЕ, и с его помощью... Так, вот он, Вильям Марк Арктор. Он заблокировал дверь в свою комнату. А вот и робот, друзья. Нет, это просто какая-то статуя, не имеющая ничего защищать и процветать. Связь Луны с человеком. А это кто у нас? Йоханссон, Исак Йоханссон тоже заблокированы. И тоже здесь мы, к сожалению, взять ничего не можем. Нет никакого взаимодействия. Луна, Луна. Ну, побежали тогда вперед. Там у нас совет. А здесь Роза Лаверда. Вот та самая ученая. Ну, пойдемте сейчас посмотрим. Здесь, видимо, что-то произошло. То, что нам предстоит сейчас узнать. Пойдемте тогда вот сюда. А вот и робот, друзья. С которым можно будет взаимодействовать. Уильям, о чем ты это речь толкал? Новая глава нашей истории, Роза. Пора. Корабли скоро будут готовы. Ты что, серьезно? Не знаю, как ты планируешь все это исправить. Но лучше займись этим сейчас. В этом нет необходимости. Пойдем со мной. Все же ты настроен серьезно, Уиль. Ты что, из ума вышел? Нельзя оставлять колонию в таком виде. Тем более во время этого блокаута. Когда система М5 до сих пор отключена. От нас зависит все человечество на Земле. Не думая о них. Те дни уже позади. Ух, говню какой. Нужно начинать долгий путь в будущее. Мы так договаривались. Эти корабли были нашей последней надеждой. Мы не сдались в последний раз. И сейчас не сдадимся. Когда сеть заработает, мы сможем снова поставлять энергию на Землю. Мы почти у цели, Уиль, пойми ты бестолковый. Нет, мы вообще не приблизились к цели. Если ты до сих пор думаешь, что система М5 может снабжать энергию всю Землю, то ты еще более чем ты, чем я думал. Наша последняя надежда проект Outworld. А теперь собирайся. Нет, я не уйду, Уиль. Вот так. Я не уйду. Марктор, это не просьба. На корабль ее. Смотрите, ее схватили. Что? Что, серьезно? Вы меня арестовываете, придурки. Ох ты, тут жестко что-то произошло. Короче, что я понял из этой мини-сценки. Готовятся какие-то космические корабли, которые куда-то у нас полетят. Давайте. Произнеся свою речь, вызвавшую слушателей зловещие предчувствия, член лунного совета Уильям Марктор заявляет своей коллеге Розер Лаверде, что готов взять ее с собой в загадочное путешествие. Та в гневе отказывает ему, утверждает, что М5, а вместе с ней и Землю еще можно спасти. Марктор не принимает отказа и силой принуждает доктора Лаверде отправиться с ним. Запись сделана 23 сентября, спустя всего лишь 4 минуты после блэкаута. Что я понимать уже начал? Готовятся какие-то большие космические корабли, которые полетят, видимо, искать лучшую Землю. А вот, кстати, документация по СЕ, давайте прочитаем. Не можем мы здесь ничего взять. Ну что ж, тогда давайте возьмем вот этого робота. Он у нас искрит. Ну, я думаю, что я починю. Я же все это как-никак инженер. Я же сам себя запустил в космос. И будет у нас все, наверное, хорошо. А здесь можно было бы, наверное, провзаимодействовать с объектами, если бы у нас руки не были заняты. Ну что ж, пошли дальше. Посмотрим, какое следующее у нас задание. А я не могу. Ладно, тогда пошли вот этот вот научный совет. Сюда, сюда. Ищу я просто какие-нибудь журналы. Во! Давайте сюда попробуем зайти. Это, видимо, пункт безопасности. Да, здесь проходная у нас какая-то. Здесь совет. Ну, вряд ли здесь у нас будут инструменты для ремонта вот этого робота, который явно сейчас неисправен, и нам предстоит его отремонтировать. А здесь что у нас? Приемные совета. Странно, что же случилось? Давайте, друзья. Во, АСЕ. Система требуется АСЕ. На лестницу, чтобы выйти. Требуется АСЕ. Ну вот он у меня в руках, этот АСЕ. Давай тогда пойдем в эту сторону. Нам сейчас нужно будет найти какие-нибудь инженерные инструменты, отремонтировать вот этого робота. И чтоб он нам помогал. Более того, помните, в начале, в первой серии говорилось, что вся память сохраняется только на месте. То есть мы можем сейчас... Во, там нужно будет разрезать. Вся память сохраняется у робота только на месте, где он непосредственно находится. Следовательно, давайте... Вот, поместить АСЕ в ремонтный док. Давайте поместим. Взаимодействовать. Идет диагностика. Запуск протокола обслуживания АСЕ. АСЕ. Собрать его. Подключение АСЕ к лунному узлу не удалось. Хм. Состояние сетевого порта АСЕ поврежден. Мы это и вот так уже видели, он там искрит. Рекомендуется заменить компонент. А где взять? Запчасти есть. Ну давайте сейчас перевернем, посмотрим. Вот, короче, вот эта штука у нас неисправная. Вот эта вот деталька. Давайте прочитаем. Одна из трех деталей, необходимых для замены порта сетевого доступа робота АСЕ. Ну давайте тогда собирать ее. Итого, взаимодействовать. Это мы крышку сняли? Замена сетевого компонента. Снять крышку корпуса АСЕ. Выложить сетевые детали на стол. Заменить сетевой компонент. Установить крышку корпуса АСЕ на место. Первый, вот то, что нам показали. Вторая такая штуковина. И третий иконус. Ну в принципе я все запомнил. Давайте сейчас собирать. Или разбирать. Наверное, где-то нужно эти детали собрать. Здесь ничего у нас нету. Есть. Идет ремонт АСЕ. Перезагрузка не работает, друзья. Где нам собирать эти детали? Откуда их нужно будет брать? Найти запасные части. Два из трех. То есть у нас два, похоже, уже есть. Следовательно, нам сейчас нужно будет искать. Вот. Конус мы нашли с вами. Отлично. Давайте прочитаем. Одна из трех деталей, необходимых для замены порта робота. Есть первая штуковина. Три из трех. То есть мы все, получается, что уже нашли. Сейчас можем ремонтировать. Давайте вообще здесь пройдемся. Там вон резаком можем сейчас. Я еще журнальчик какие-нибудь поищу. Во. Да, как раз. АСЕ. Храним память. Давайте прочитаем. Воспроизведение записи воспоминаний. Вернитесь на место, где была сделана запись. Активируйте любого робота, АСЕ, имеющего авторизацию. Ваши воспоминания оживут. Отлично. Это нам такой легкий намек, что... Так, здесь что-то еще было. Что мы теперь все будем знать о той истории, которая произошла, как я понимаю, несколько лет назад. А здесь у нас что? Во, еще одна деталька. Да. Отлично. Мы нашли с вами... Это вторая деталь. Помните, первая деталь, которую нам дали? Вторая вот эта, а третий конус, который мы нашли чуть ранее. Да, это одна из трех деталей, которые нам понадобятся для ремонта робота. Новая задача. Установите запасные части в робота АСЕ. Сейчас установим. Я только пошарюсь вот по этому складу. Посмотрю, есть ли здесь хоть что-нибудь интересное. Ничего. Ну что ж, пойдемте его тогда ремонтировать. Детали мы нашли с вами. Прямо они тут специально так валялись для нас. И готовы взаимодействовать. Так, первая штука была вот эта. Если я правильно помню. Вращать, движение, перемещать. Ага, вон там буква Т нарисована. Следовательно, нам нужно будет... Не суется. Тогда вот так. Есть, первую мы с вами установили. Вторая. Круг. Круг у нас был... Ага, вот шпилька. Давайте тогда перевернем, чтобы и шпильку нужно будет вот так вот положить. Все. Теперь она у нас тоже встала на место. И третья деталька, она как раз одевается на этот конус. Только вот абсолютно непонятно. Вот это понятно, что так. Наверное, вот все-таки, я думаю, вот таким вот образом. Все, готово. Роботы мы с вами починили. Давайте взаимодействуем с крышкой. Задача выполнена. Сетевой порт АСЕ успешно заменен. Подключение АСЕ к сети лунного узла установлено. Идет диагностика. Запуск аппаратной диагностики АСЕ. Двигатель поврежден. Ну что ж, нам еще и двигатель сейчас нужно будет ремонтировать. Повернуть АСЕ и снять крыло. Выложить детали на стол. Давайте сначала здесь посмотрим, что у нас есть интересного. Заменить детали двигателя и установить крыло на место. Все ясно. Крыло мы с вами сняли. И нас любезно приглашают в эту комнатку. Здесь какая-то энергетическая установка. Здесь внимание. Нам что-то нужно будет здесь, я так понимаю, найти. Так, еще один мини-журнальчик. Знаю, что ты занят, но не мог ли ты бы в ближайшее время установить новый модуль на мой АСЕ? Ведущий инженер космической станции Пирсон Сара Бейкер разработала дополнительный модуль эмоций. По-моему, это очень здорово. И Кэти тоже будет в восторге. Привет, Роза. Прости, но в ближайшие несколько месяцев я буду полностью погружен неотложными проблемами в тумбах. К тому же ты знаешь, как Кэти хочет себе собственный АСЕ. С тех пор, как ты показал ей свой, она только об этом и говорит. Как там показатели роста? Исак. То есть они дружили. Сара и Исак у нас дружили. Привет, Исак. Само собой, работа на первом месте. Что касается Кэти, не могу себя обманывать. Я получила результаты тестов. Она растет совсем не так, как должна расти девочка его возраста. Я беспокоюсь за ее здоровье, Исак. Может быть, все-таки лучше было оставить ее на земле? По крайней мере, подумай о программе, Роза. Ты же знаешь, что на земле ей не было бы лучше, чем здесь. Насчет программы я подумаю. Спасибо, ты мне очень дорога. Так, ну Исак у нас... Во, мы детальки какие-то нашли. Давайте прочитаем. Блок двигателя для робота АСЕ. Отлично. Новая задача. Установить компоненты двигателя. Схема там была уже нарисована. Здесь у нас везде... Внимание. Ну ладно, пойдемте. Будем делать все по порядку. Не будем забегать впереди паровоза. Нам сейчас нужно будет провзаимодействовать вот с этой вот штуковиной. И по схеме. Первое. Нужно будет установить маленькую шпильку. Устанавливаем шпильку вот сюда. Отлично. Второе. Нам нужно с такими зазубринами. Как я понимаю, вот эту вот штуковину. Зазубринный нужно будет перевернуть. Давайте мы вот так. И вот вопрос, скорее всего, вот так, я думаю. Да, отлично. Третья деталька. Тоже с тремя дырками, но плоская. Вот, скорее всего, вот эта, потому что она тоже с зазубринами у нас. Погнали, друзья, тогда ее переворачивать сюда. Вот таким вот образом сюда. И должны мы ее были установить без проблем. Следующая деталька это с таким конусом с одной дыркой. Вот у нас конус с одной дыркой. Мы ее тоже переворачиваем. И устанавливаем на место. Ну а дальше, мне кажется, все довольно-таки просто. Нам нужно будет вот в эту вот шпильку. Значит, нужно будет установить вот эту вот деталь. Разворачиваемся. Готово. Ну и последнее тут, как говорится, уже не перепутаешь. Сюда. И устанавливаем. Готово. Двигатель мы с вами пересобрали. Сейчас крышку нужно будет обратно установить. Крыло АСЕ на место. Двигатель АСЕ успешно заменен. Для завершения протокола обслуживания выполните перезагрузку. Давай, провзаимодействуем. Выполните перезагрузку робота АСЕ. Я так понимаю, вот с этого компьютера это все производится. Да, перезагрузка. Ну что ж, пошли посмотрим, что сейчас будет. Интересная, конечно, у нее перезагрузка. Я бы больше сказал, что его током бьют. Высокого напряжения и с малым током. Так, внимание, перезагрузка генератора. Требуется сброс. Все плохо. Требуется перезагрузка генератора. Требуется локальный сброс. То есть не получилось у нас вот этого роботика оживить. Перезагрузить робота АСЕ с помощью компьютера перед платформой. Ну вот, мы его перезагружаем с помощью компьютера перед платформой. Не может он у нас так перезагрузиться. Ну пошли тогда к самому роботу. Так, взаимодействуем. Или он все-таки работает? Да, похоже, мы его все-таки активировали. Робот с эмоциями. То есть это программа, которая заложила Сара в этого робота. И его перепрограммировали. Поэтому вот он так выглядит, конечно, глуповато, как человек. Роботы так себя, конечно же, не ведут. Ну все ясно. Просто это сделали для маленькой девочки робота с имитацией АСЕ управления. То есть, смотрите, робот смотрит на нас. И я могу спокойно здесь полетать. Все ясно. Ну, нам явно вот сюда нужно будет. А интересно, у него лазерный резак. У него нет лазерного резака. Движение вверх-вниз. Прекратить управление на ТАП. Ну что ж, друзья, пойдемте. Да, робот теперь будет летать. Он теперь нам будет помогать. Скорее всего, во всякие мелкие щели. Давайте ЭР включим. Он сможет у нас спокойно залазить. Новое задание. Использовать АСЕ, чтобы перезагрузить генератор и покинуть блок обслуживания. Погнали. Тут, мне кажется, все очень прозрачно и понятно. Сюда. А теперь, скорее всего, на С, кажется. А теперь мы даем команду роботу пробраться через вот этот вот туннель. ЭР-фонарь. А, у него есть собственный фонарь, помимо нашего. И вперед, вперед. Где-то должен быть конец этого туннеля. Там должен быть свет в конце туннеля. Сюда, наверное. Если я не плыву назад. Итого. А вот и генератор. Нам нужно будет как-то вот так, видимо, активировать этот генератор. Посмотрим, чего он еще здесь не заметил. Ага, вон туда еще нужно будет подниматься. То есть, эту штуку мы с вами активировали. А здесь непосредственно на самом генераторе. Нужно будет тоже его сейчас подключить. Все. Да, энергия пошла. Генератор энергии подключен. Локальная изоляция отменена. Там книжка лежит где-то. Сейчас мы подойдем ее и прочитаем. Вот туда нам нужно будет заходить. Новые сохранения. Ну что ж, давайте сейчас посмотрим, что же здесь у нас произошло. Во-первых, я хотел бы... Вот это что такое? Это луна, друзья. 37-47. Наклонение орбиты. Крутится как-нибудь? Да, крутится у нас здесь луна. Отлично. Классные здесь такие глобусы. Ага. Ты центр моей гравитации. С любовью, Лиз. Она подарила этому доктору, как я понимаю, Йоханссону, потому что на входе было написано. Классный подарок. Я себе тоже такой же хочу. Ладно, пошли тогда посмотрим еще вот эту вот книжку. Так, мы ее почему-то не можем взять. А здесь у нас что-то произошло. Ну, давайте тогда посмотрим, что же здесь у нас произошло. Клэр. Это Исаак. Привет. Не знаю, дойдет ли до тебя это сообщение. Вряд ли оно дойдет, но я все-таки попытаюсь. Мы не разговаривали с тех пор, как поругались из-за Кэти. Я хочу, чтобы ты знал, она в безопасности и у нее все хорошо. Это последнее сообщение и от меня, и от кого бы то ни было из здешних. Наверное, ты этого никогда не поймешь. Черт, я сам с трудом понимаю. Если кто-то узнает, что здесь произошло... Знай, что я так поступил ради нее. Так вот, кто все виноват. Ради твоей сестры. Чтобы у ней был шанс. Но у тебя все будет здорово. Ты далеко пойдешь. Всего тебе доброго. Я люблю тебя, дочку. На конкурсе ВСА победила юная Клэр Йоханссон. Тогда, когда ты меня еще называла папой... Прощай, Клэр. И он нажал какую-то кнопочку, и, видимо, он вырубил всю систему М5. Так вот, что у нас здесь произошло. А вот тот самый диплом, который мы видели на конкурсе ВСА, победила юная Клэр Йоханссон. Давайте прочитаем. Головокружительной победой студентки Клэр Йоханссон, дочери члена Лунного совета Исака Йоханссона, завершилась борьба за первое место на престижном конкурсе «Наше будущее». Крупнейшее соревнование, которое происходит по инициативе ВСА, раз в два года призвано стимулировать инновации в сфере космических путешествий и технологии устойчивого развития. Жюри возглавляет ведущий ученый ВСА и член Лунного совета, та самая Роза Лаверде. Конкурсное выступление Клэр Йоханссон отличилось редкой для ее возраста блистательностью, комментировала доктор Лаверде представленной победительницей проекта. Разработанная ей ракета, а мы помним, что она сделала Телец-5, выделяется среди всех прочих моделей своей эффективностью и надежностью. В качестве награды Клэр Йоханссон, в частности, получила открытое предложение принять участие в работе научной группы доктора Лаверде на Луне. Однако, к всеобщему удивлению, девушка не проявила в этом никакой заинтересованности. Беспрецедентно, говорит доктор Лаверде. Интересная история, а вот та самая картинка. Может быть, наоборот, что-нибудь есть? Для моего папочки от Кэти плюс Тедди. Давайте прочитаем. Папе от Кэти плюс Тедди. АСЕ, Роза, Тедди, я, папа, мама, Клэр. Мама, наверное, да, у нас мама на небесах. Клэр на земле. Папочка и она на Луне. Медвежонок тоже. Смотрите, робот и Роза тоже находятся на Луне. Я думаю, что это не просто так картинки. Это дает нам понятие, что же произошло. Ну и давайте посмотрим следующее задание. Использовать АСЕ, чтобы перезагрузить генератор. Мы уже его перезагрузили. И покинуть блок обслуживания. То есть все, отсюда нам нужно будет выходить. Это мы прочитали. Здесь никаких взаимодействий у нас, к сожалению, больше нету. Ну давайте покидаем этот блок обслуживания. Если я правильно понимаю, вот он, блок обслуживания. Да, обслуживание объекта. Исаак Йоханссон, главный инженер лунной станции. Теперь нам нужно будет отсюда... Отсюда мы пришли. Наверное, вот сюда нужно будет выходить. Так, здесь, я так понимаю, нужно будет АСЕ как-то взаимодействовать. Погнали. Ну конечно, с роботом теперь хорошо. Отлично. Он теперь нам будет открывать любые двери. Мы везде сможем пройти. Если что, он нам поможет. Слушать, друзья. Управление М5. Сара, и тут нет никаких следов. Что-то тут не так. Так, Алекс, сканировать историю данных. Кстати, Алекс должен был узнать, что это все сделал Исак. Тут есть записи. Рольф, ответь. Похоже, я что-то нашла. Тут запись от 23-го числа. Рольф, что? Двухдневной давности? Это точно? Да. Тебе сверху будет видно? Думаю, да. Запускай. Алекс, голограмма проекта 23-го сентября 1554-го года. Почему-то она стерта, и она ничего здесь. Здесь не только экипаж лунного узла. Их тут слишком много. Это эвакуированные с объекта Тумбаи. Ты откуда знаешь? Раньше тут имен таких не было. На камне до сих пор слой пыли. В смысле? На памятнике? Да, жертвам эвакуации с объекта Тумбаи. Указана дата, день блокаута. Наверное, на объекте Тумбаи случилось что-то очень серьезное. Командир станции, Пирсон, член экипажа, Сара Рольф, что там с системой М5? Вся сеть не работает, и пока что мне не удается ее включить, говорит Рольф. Давай по-быстрому, возвращайся сюда, независимо от того, включится система М5 или нет. У вас осталось 20 минут, чтобы успеть до эвакуации. Понятно. Да, диспетчер Рольф, я смотрю жилые помещения и вернусь к лифту. Зная, как мало времени у них осталось, Сара и Рольф обнаруживают голографические записи, в которых содержится разгадка исчезновений колонистов и отключение М5. Запись сделана 25 сентября, спустя 2 дня, 1 час 52 минуты после блэкаута. Очень интересно. Давайте включим свет, чтобы здесь все разглядеть. И нам, наверное, ну, судя по лестнице, нам, наверное, нужно будет идти туда, но мы посмотрим. Оценить состояние сети М5. Пошли посмотрим. Я так понимаю, это лифт, на котором мы приехали. Ага, обслуживание. Ангар. Здесь у нас тоже какое-то управление. Вот. Давай сейчас взаимодействуем. Пользователь. Рольф Робертсон. Доступ запрещен советом. Ну, то есть все позакрывали, гады. Система М5 отключена. Диагностировать идет диагностика. Не удается подключиться к системе М5. На станции недостаточно данных. Вручную выровнять колонны 1 и 2 на поверхности Луны. Выбраться на поверхность Луны. Ух ты. Колонны 1 и 2 не направлены на лунный узел Коперникус. И всего-то делов. Да тут все спасти человечество можно было 5 лет назад, выровняв вот эти вот колонны. Вручную нужно выровнять колонны на поверхности. Открыть ангар. Наверное, там будет какой-то транспорт, как вот было у экспедиции на Луне. Машинка, наверное, электрическая. Ну что ж. Все примерно понятно. Какое у нас следующее задание? Подать питание в ангар, чтобы получить доступ на лунную поверхность. Ну, первое, что я успел заметить. Вот здесь у нас есть блок обслуживания. Давайте мы его отсюда заберем. И нам нужно будет такую штуку воткнуть с надписью «Ангар». А вот она как раз здесь, рядышком. Я бы еще хотел здесь побегать, почитать, все интересно посмотреть. Но мы уже получили доступ в ангар. Давайте посмотрим, где мы. А, управление М5. Это цифра 5. Вот, станции транспорта, монорельс. А ангар здесь почему-то я не вижу. Надпись «Ангар». Ну, очень плохо видно, к сожалению. Давай я еще пробегу здесь, посмотрю, что можно будет понажимать, какие кнопочки. А нам явно нужно будет вот сюда. Погнали. Ангар закрыт. Требуется дополнительная энергия. Почему? Вот же мы подали на ангар. А, тут две штуковины нужно будет. Так, друзья, давайте искать где-то второй вот такой вот блок энергопитания. Сейчас постараемся везде пробежаться, везде все посмотреть. Может быть, вот здесь вот на складе что-нибудь у нас завалялось. Здесь ничего нету. Там у нас просто какой-то... Это похоже даже на столовую. А вот памятник жертвам. Давайте просканируем и прочитаем. База данных. В 48-м году, за 6 лет до блэкаута, в работе экспериментального генератора Криасна в исследовательском комплексе Хьюгенс произошел сбой. Выжило только трое. Мария Гонсалес, Роза Далаверди и Эдгар Дэвис. За два года перед лицом катастрофы каждый из них был награжден памятной медалью. Однако, одна такая медаль, кажется, пропала. А мы ее видели. Мы ее видели на столе в первой серии, друзья. Ох ты, сколько здесь можно даже перечитать, сколько здесь человек погибло. Давай осмотрим вот еще одну такую медаль. Хьюгенс. Давайте прочитаем, кому она принадлежала. Авария в комплексе Хьюгенс. Вечная память. 48-й год. Мы уже такую вторую медальку, кстати, нашли. Хорошо, что здесь пробежались. Ну ладно, нам сейчас нужно будет найти энергетический модуль. По заданию нам нужно будет подать питание в ангар, а там питание подается с двух сторон. Ну что ж, нам, наверное, куда-то нужно будет сейчас вернуться. Это мы с вами полностью исследуем. Возможно, в блок обслуживания нужно будет вернуться и там забрать один из блоков питания. А тут помещение экипажа. Во, у меня есть идея. Давайте мы сейчас попробуем пройти в помещение экипажа, заодно устанавливаем продолжение там какой-нибудь истории. Если при условии... Да, если она у нас только одна. Вот эта батарейка. Все, помещение экипажа подключены. То есть мы спокойно здесь можем поискать энергобатарейку. Пошли потихонечку вперед. Здесь чисто и спокойно. В этой комнате явно пройти нельзя. Но я должен был обязательно это все проверить. А мы пойдем и посмотрим. Здесь, похоже, была борьба какая-то. База данных. Хотя правила ВСА строго запрещают применение физической силы на Луне, Марктур перезагрузил ограничители роботов АСЕ, чтобы приспособить их для полицейских нужд. При этом используется ток высокого напряжения. Столкнувшись с таким перезагруженным дроном, люди в основном предпочитают не вступать в драку, а спасаться бегством. Ой, так, все, я понял, я понял, я понял. Там роботы, бешеные роботы. Нам его как-то нужно будет сейчас вырубить, друзья. Главное, чтобы... Давай посмотрим здесь. Нету ли... Вон туда нужно будет идти, но мы, конечно же, пойдем в другую сторону. А почему я не могу сюда зайти? Потому что... Новая задача. Получить доступ к помещению служб безопасности. Игра сохранена, и это явно не к добру. Все заблокировано. Никуда мы с вами попасть, я так понимаю... А, нет, смотрите, можем. Ну давайте тогда поисследуем, может быть, мы найдем что-нибудь интересное и необычное. Еще один журнал. Moonman. Мост. Давай прочитаем. Прибыв на Луну, астронавт обнаруживает, что никого не осталось. Обследую лунную базу и выясняя, почему люди ее покинули, он вскоре понимает, что вынужден обратиться за помощью к искусственному интеллекту с неизвестными намерениями. Слушайте, интересно, это как будто бы рассказывают уже про нас, то есть мы параллельно находимся и в прошлом, и в будущем. Про нас рассказывает журнал. Мы пошли тогда дальше. Помещение для сна. А это у нас кто? Линда. Ну здесь мы этих всех не знаем, поэтому пойдем сейчас пошарахаемся и посмотрим. А, кто-то выступил. Пионер или диктатор. Пионер или диктатор. Это, я так понимаю, сказали, вот этот выступил Марктур со своей речью, и люди его, ну, не до конца восприняли. Сказали, что что-то он там придумал, какие-то космические корабли куда-то лететь. Здесь ничего нам не доступно. Ну, сейчас мы пойдем туда, где горит желтая вывеска, а пока я бы хотел посмотреть все вот эти вот комнаты. Пытаемся вот еще здесь что-нибудь поискать. Ничего у нас нету. Ну, жить в такой комнатке по 4 даже получается, что по 6 человек, ну, честно сказать, это немножко жестоко. Так, здесь можно было что-то осмотреть, собрать. Во! Здесь что-то интересного. При чрезвычайной ситуации для входа в помещение введите год строительства лунного узла. Слушайте, в первой серии нам говорили что-то 2032, кажется, год. Не сообщайте об этом посторонним. Да, в 2032 году была сделана лунная станция. В 54 году случился блэкаут, а мы сейчас живем в 59 году. А вот эта вот станция Гюгенс, или Тимбай, Тимбай, она была, ну, инцидент произошел в 48 году. Я все эти даты запомнил. То есть нам нужно будет ввести 2032. 2032. Все ясно, друзья. Пойдемте, куда-то нужно будет ввести код 2032. Как только мы увидим какую-нибудь комнатку, сразу попробуем этот код. Нам еще с тем роботом нужно будет как-то разобраться. Давайте здесь посмотрим, что здесь у нас есть хорошего и интересного. Так, передвинуть. Там что-то можно будет взять. Повернуть. То есть просто шкафчик открывается, в котором, к сожалению... А приседания здесь, к сожалению, нету в игре. То есть мы ничего не можем здесь взять. Давайте взаимодействие. Да, здесь бардачин такой, еще тот. Ничего мы здесь, к сожалению, не нашли. Андреас, Ретта, Мартин и Тим. Короче, здесь весь мир был. Ну что ж, погнали потихонечку. Безопасность. Пошли вперед. Отдел безопасности. Слушать. Рольф, ответь. Я в жилых помещениях. Как ты понял? Принято, Сара, я тебя понял. Есть что-нибудь интересное? Тут все заброшено. Так что ничего нового. Сара, Рольф, говорит диспетчер станции Пирсон. У вас время истекает. Поднимайтесь на лист сюда, чтобы успеть в начало эвакуации. У вас всего лишь две минуты. Никак нет диспетчера. Система М5 все еще не подключена. Да оставь ты ее, надо уходить. Сейчас же идите к лифту. Я никем не стану рисковать ради вас. Понял. Закругляюсь. Сара, ты слышал диспетчера? Ты уже недалеко? Сара, ответь. Все нормально? Ответь. Сара. Ну давай же. Рольф. Давай-ка сюда быстро. Только что включился робот ИСЕ, но тут что-то нечисто. Со мной заперлись все двери. Да ты что? Надо же сходить. Да серьезно, Рольф. Иди сюда. Я не могу выйти. Экипаж станции до начала эвакуации 30 секунд. Сейчас же идите к лифту. Никак нет диспетчера. Инженеру Беккер срочно требуется помощь. Нужно еще немножко времени. Процедуру эвакуации нельзя отсрочить. Я вызываю лифт. Никак нет диспетчера. Диспетчер, стоп. Нет, ребята, время еще есть. Только мне нужна помощь. Рольф, ты на связи? Рольф. Нет. Нет. Вот гады своих бросают. Сара и Рольф получают приказ возвращаться на космическую станцию Пирсон. Но в этот момент Сара случайно обнаруживает, что за ней следят. Запись сделана 25 сентября 54 года. Спустя 2 дня, 2 часа, 11 минут после блэк-аута. Жестко. Очень жестко. Так. Отдел безопасности. Ну что ж, давайте попробуем. 20... Подождите. 32, насколько я помню. 32. Да, сработало. Тут, в принципе, всего лишь 4 даты нужно запомнить. 48-й год, 32-й год, 54-й год и 59-й. Ну еще и 55-й год можно запомнить. Так, там робот. Еще можно 55-й год запомнить. Это год, когда... Давай, 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 чтоб тебе. Прячемся от него. Так, его как-то надо будет вырубить. Можно ли будет вот этим роботиком? А давайте мы попробуем. Давай мы сейчас... Итак, у тебя задача. Ты в своих не стреляешь? Нет, он в своих не стреляет. Вот провод. Там у нас бачок. Следовательно, нужно будет перебежать вот до этой колонны. Пробежать сюда. Дверь открыта. Отлично. И вот у нас будет как раз второй энергоблок. Ну что ж, примерно все понятно. Давайте, знаете, что сделаем? Ты пока что... Робот, извини, пожалуйста. Я тобой немножко буду рисковать. Но ты встань вот здесь. Для чего это нужно? Сейчас поймете, друзья. Я сейчас пробегу. Давай, только не тормози. Бегом. Пошел быстрее. Так, успели. Куда ты, робот? Да что ж ты какой бестолковый? Я же тебе сказал, оставайся на месте. Будешь меня сейчас прикрывать. Погнали. Быстрее беги, беги. Форест, беги. Ну, вот если бы он остался на месте, давай вынимаем, и мы сейчас его обесточим. Все. Энергии нету. А зато у нас есть теперь модуль. Фу, получилось. Жалко, что робот не слушается моих приказов. Если бы он остался здесь, то когда бы тот бил током, он бы ударил в нашего робота. Ну, у меня скафандр, видимо, диэлектрический. Ничего. Давайте здесь посмотрим. Так как здесь уже безопасно, наверное, есть что-нибудь, то, что можно здесь прочитать, взять или подсмотреть. Здесь инструменты. Выбросить. Можно, кстати, бросать вот эти вот энергетические модули. А это куда у нас ведет? А это на выход, друзья. То есть нам нужно будет сейчас идти вот в ту сторону. Ну, погнали. Отсюда мы, если я правильно помню, пришли. Управление МРТ. Нам сейчас нужно будет подключить ангар. Давай. Первый блок. Система ангар не подключен. Я знаю. Подать питание в ангар, чтобы получить доступ на лунную поверхность. А отсюда мы забираем тогда вот этот вот второй модуль. Все. Помещение экипажа у нас обесточено. Зато ангар у нас сейчас начнет работать. Ангар подключен. И какое у нас новое задание? Все, заходим в ангар. Нам сейчас нужно будет получить доступ на лунную... Ох ты, скафандры какие классные. Доступ к лунной поверхности. Вот это машинка. Знаете, мне чем-то сейчас игра на секунду напомнила масс-эффект. Наш капитан Шепард. Даже примерно есть какие-то элементы от капитана Шепарда. И вот эта знаменитая машинка, вездеход, по которой он катался на планетах. Причем у него каждый раз была более совершенная машина. В масс-эффект 1, в масс-эффект 2, в масс-эффект 3. Я понимаю, что нам сейчас нужно будет на машину. Но, как вы знаете, моя задача полностью погрузиться в лор этой игры. Посмотреть... Тум... А вот у нас как раз находится поезд. Смотрите, здесь мы можем, наверное, спуститься, подняться. Шлюз. Но это выход. Лучше, наверное, на машине, я так понимаю. Давай сюда. Лифт подъехал. И с той стороны у нас тоже есть какой-то лифт. Ну, давай покатаемся пока на лифте. Может быть, что-нибудь интересного найдем. Погнали. Вон там что-то светится. Так, здесь у нас тоже лифт. И тоже можно будет забежать вот туда, кверху. Ничего нет. Может быть, я зря теряю время. Может, это просто тупо линейная игра, в которой ничего, к сожалению, нет. Красная кнопка. Давайте мы ее дернем. Так. Потянуть рычаг. Не хочется ничего. Ага, это подъемник для ремонта вот тех вот самых вездеходов. Ну, ладно, тогда давайте забираемся наверх. Пробежимся по верху, и тогда уже будем выходить на лунную поверхность. К сожалению, в игре здесь не предусмотрены какие-то суперсекреты. Все довольно-таки просто и линейно, к сожалению. Да, это станция Коперникус, станция монорельсовой дороги. Место назначения Хьюгенс. То есть мы можем уехать в ту самую заброшенную станцию Хьюгенс. Погнали тогда на этой вот машинке. Так, ручной тормоз Space. Прожекторы R, AD, руль. Задний ход, передний ход. Ну, примерно понятно, друзья. Давай, заезжаем. Ага. Я все понял, нужно заехать. Все. Давай вот так вот встаем. Немножко кривовато, но нужно всеми колесами... Все, понял. Немножко даем задний ход. Вот, всеми колесами нужно обязательно обеспечить давление на вот эти вот три платформы. Смотрите. Все. Мы сейчас шлюзуемся и поедем на Луну. А смотрите, АСЕ уже занял свое место. Надо было посмотреть, какое у нас следующее задание. Так, так, тихонечко. Все, встали. Ну что ж, поедем, покатаемся по Луне. Задание у нас перенаправить колонну 1 и 2. Да, они у нас не направлены. Вон первая метка у нас подсказки. А второй метки у нас почему-то нету. Тишина. Оксиген included. Оксиген included у нас. То есть, мы здесь можем спокойно, пока мы в машинке, кратер Коперникус. 59-й год. Пять дней после блэкаута. Погнали потихонечку вперед. Так, нам нужно будет переориентировать. Раз, станция. Нам сказали две колонны, но я вторую колонну почему-то в упор не вижу. Может быть, она только будет после первой колонны? Ну, слушайте, прям реалистично довольно-таки сделано. Солнце. А вон вторая колонна. Интересно, есть ли какая-нибудь последовательность в ориентации вот этих вот колонн МРТ? Заезжаем на платформу. Давай потихонечку заезжай на платформу. Все, готово. Вот так, а мы здесь, наверное, не проедем. Придется, я так понимаю, вылазить. Три минуты у нас, как обычно. Внимание, нет кислорода. Побежали, побежали, побежали. Никодим, быстрее. Шлюзуемся, получаем кислород. А робот где? Робот не успел зайти. Ну, надеюсь, он как-нибудь там долетит у нас. Итого, новое задание. Перенаправить колонну номер один. Вот, откуда здесь взялся. Давайте смотреть внимательно. Куда нам идти? Чего нам тут перенаправлять? И что нужно будет дальше? Вон, АСЕ. Ну, полезли. Наверное, на вершине будет какой-нибудь наземная операция. Так, нам что, в открытое пространство опять выходить? Зачем тогда мы шлюзовались? Видимо, только для того, чтобы получить немножко кислорода. Внимание, у вас нету кислорода. Понял. Побежали. Ну, да, здесь имитация пониженной гравитации. В шесть раз гравитация на Луне меньше, чем на Земле. Поэтому вот он так вот у нас быстро-быстро здесь. Стоп. Ну, давай возьмем. Кислород никогда не бывает лишним. Так, аккуратно. Я ничего не вижу, к сожалению. Давай забираем этот кислород. И две минуты, три минуты опять мы восстановили все. Еще одна лестница. Полез, 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 полез быстрее Никодим. Да, видимо, там будет пульт управления и ориентации. То есть, они не смогли... Но я понимаю, почему Сара и Ролф не смогли этого сделать. Их просто зажали по времени. Командир станции сказал, что через несколько минут у них уже эвакуация срочная произойдет. И никто ждать не будет. Поэтому они, скорее всего, и вернулись на Землю, быстро эвакуировались. Но мы не знаем продолжение этой истории, к сожалению. Поэтому давай сейчас побежал. Быстрее у нас две минуты осталось. Во! Там кислородные баллоны стояли. То есть, у нас здесь нет ограничений по кислороду. Что здесь у нас происходит? Во! Компьютер управления. Взаимодействовать. Ну что ж, погнали. Нам нужно будет перенаправить эту антенну. А куда? Вопрос. Ну давайте крутить головой побыстрее. А то время-то уходит. Это вторая вышка. Нам... Я все понял, друзья. Нам нужно будет перенаправить энергию вот сюда. Погнали. Вот. Ну что ж. Поехали. Мы подключаем энергии космический лифт. То есть, помните, там было написано мало энергии. Вот теперь у нас энергии здесь вполне будет достаточно. Все? Все. Первую вышку мы с вами направили. Уходим обратно. Нет кислорода. Нас сразу к машине направили. Спасибо, игра, что нам не пришлось слазить дальше. Ну что ж. Поедем через кратер. Я бы, наверное, не стал вот так вот переезжать. Это, скорее всего, может быть опасным. Поэтому поедем по кромке кратера. Хорошая машинка, устойчивая. Отлично управляется. Ну, наверное, Исак тоже ее изобретал. Или одна из его дочерей. Как я понял, старшая дочь. Гениальный конструктор, гениальный инженер, который придумывает различную космическую технику. У нас нету? Нету ограничений по времени. Пока все хорошо. Постараемся не сломать машину. Но наверняка сейчас нам что-нибудь обязательно подпадлет в игре. Иначе так просто быть не может. Чтобы мы пришли на лунную поверхность. Представляете, сейчас вот солнце светит. Даже вот под таким вот низким углом. Здесь температура около 100 градусов Цельсия. Ну и, конечно же, радиация зашкаливает. Особенно если на солнце... Ну, активное солнце. Какие-нибудь излучения пошли мощные. Так, тормозим. Давай не кодим еще сюда. Заезжаем спокойно. Все, встаем. Ну что ж, погнали тогда дальше ориентировать. Тут все у нас понятно. Здесь сейчас что-то должно у нас случиться. Просто по закону жанра, по закону кинематографа. Но побыстрее. Пошли вперед. Так, АСЕ. Все закрыто. Ну давай попробуем тогда мы этим АСЕ подключаемся. Готово. Дверь открылась. Погнали за мной. Спасибо тебе, роботик. А вот этот зачем АСЕ, кстати? Не совсем понятно. Видимо, это какая-то резервная для того, чтобы выходить. То есть без робота вы ничего сделать не можете. Залетай, давай сюда. Шлюзуемся. Ну и поднимаемся. Здесь мы уже все знаем. За три минуты мы должны добежать до лифта. Если, конечно, ничего плохого у нас тут не случится. И переориентировать вот эти вот все антенны. Наверх. Поехали. Ох ты, солнце как жарит-то мощно. Давай, давай. Это что такое? Огонь. А нельзя пройти с другой стороны? Можно пробежать вот с другой стороны, как я понимаю. Давай. Сейчас вот сюда. И стой, и стой, и там тоже огонь. Никодим, не падай, иначе ты у нас умрешь. Давай-ка ты подзаправь себя немножечко кислородиком. Давай аккуратно. Вот так вот. Бери вот эту вот штуковину. Есть. Две минуты у нас. Ну что ж, пошли потихоньку. Красная. Ждем. Ждем. И побежали. Вперед. Побежали, 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 побежали. А, все нормально. Давай, полезли. Да, здесь уже вырываются какие-то испарения огненные. Непонятно, кстати, откуда они там могли взяться. Неужели там пожар произошел где-то в центральной стойке? Ну все, побыстрее. Давай, садимся в пункт управления. И получается, что мы за две минуты полностью восстановили обеспечение М5. Как-то слишком получается у нас просто. Ну что ж, погнали. Давайте сейчас искать ту же самую вышку для подачи энергии на, во-первых, станцию лунную. И, возможно, мы еще и сможем отремонтировать... Так, сюда, аккуратно. Мы еще и сможем, наверное, отремонтировать М5. Давай сюда. Ровно-ровно в середку. Погнали, друзья. Активируем локальные микроволновые передачи данных. Внизу написано Всемирного космического агентства. То есть лифт космический мы активировали. Внизу находится станция Коперникус. Вверху находится космическая орбитальная станция Пирсон, которая пристыкована к космическому лифту. Все, энергия подана. М5 отключена. Энергия станции подключена. Транспортный отсек подключен. Диагностировать систему М5. Нам сейчас нужно будет по-быстрому тогда вернуться и произвести диагностику. Давайте посмотрим. Перезапустить подачу питания в лунном узле. Фортуна, это вы? Боже, надеюсь, что это вы. Мы видели, что случилось на станции Пирсон и подумали, что... Но мы только не заметили активность в сети системы М5. Этого не было годами. Похожа на локальную передачу энергии. Это я как раз сделал. Изолированная от источника энергии на объекте Тумбае. Наверное, что-то не так с тамошним реактором. Но до объекта Тумбае не так уж и близко. Идти пешком будет самоубийство. У меня есть классная тачка. Надеюсь, что вы примете другой способ перемещения по лунному узлу. Надеюсь, что вы меня слышите. Надеюсь... Помехи пошли. Очень интересно перезапустить подачу питания в лунном узле. Погнали. Только вот нужно вспомнить. Если я правильно помню, то лунный узел у нас был где-то вот в этой вот стороне. Да. Он как раз был пристыкован к космическому лифту. Красота, друзья. И у меня, знаете, такое ощущение, что солнце меняет свое положение. Интересно, если врезаться, здесь можно погибнуть? Но не будем сейчас рисковать. Наша цель – спасти все человечество. То есть мы уже подали энергию, правда, пока что локальную. И нам надо будет сейчас на станцию Тумбаи как-то переправляться, чтобы там... Ну, во-первых, мы узнаем, что там случилось. Наверняка там тоже не все было чисто. Давай-давай, не кайдим. Спокойно. Тормози. Тормозим. Все, встали. Шлюзуемся, друзья. И погнали дальше по заданию. Так, отлично, возвращаемся. Закрываем за собой двери. Дверь-то закрой. Не хочет. Ну и... Нужно все возвращать обратно. Откуда взял, туда и поставь, как говорится. Тогда будет полный порядок везде. Загоняем машинку. Ну что ж, выполнили мы с вами часть лунного задания. Давайте посмотрим, что нас теперь ждет. Перезапустить подачу питания в лунном узле. А перезапуск подачи питания в лунном узле мы будем делать, друзья, уже в следующей серии. А на сегодня все. Не забывайте ставить лайки. Пишите ваши комментарии, насколько вам нравится эта замечательная игра. Поделитесь ссылкой на наше видео прохождение со своими друзьями. А с вами был Никодим. Увидимся в следующей серии, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok